МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-2. Распочинае программа-репортер телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Больше за 70% участков для голосования в Гомельской области разместятся во установах адукации и культуры. Так само участки будут працевать у администрационных будинках предприемствов, установах аховы здоровья, сельских выконкамах и инших местах. Як означали областной комиссии по выборах, площы школы и домов культуры дозволяют свободно разместиться на их участковым комиссиям. Уладковать просторные залы для голосования и провести выборы в максимально комфортной и зручной для выборщиков обстановке. Особливостью бягучей выборчай кампании станет створение умов для самостоинного воля выявления выборщиков, которые дрянно видят, а не видят в уголе. Для этого будут выработаны информационные материалы с использованием шрифта Брайля и специальные трафареты, куда будет уставляться бюллетень для голосования. Громадяне смогут заполнить его самостоинно. А кроме того, участки для голосования частково забеспечить прозристыми скрынями. Их будет не меньше, как 10% от агульной количества. До других тем. На Гомельщине начинаются мероприемства, примиркованные до 25-ти годов Белорусской республиканской пионерской организации. На протягу вересня в регионе пройдут пионерские сборы и урочистые концерты, встречи с ветеранами руху и тематичные гульни. История и сучасность самой молодежной громадской организации у материаля Олега Синцюрова. Пионеры с барабаном, стягом и в червоных гальштуках. Ранее такие скульптуры можно было увидеть не только на улицах городов, а и в тех же оздоровленных лагерях. Так само, до речи, пионерских. Сейчас только в музее. Об массовости пионерской организации и относительно ее сбоку тагочастного керавництва можно мероприем по таких фактах. За 1937 года палац пионеров находится в самом пригожем будинке Гомеля, в палаце Румянцев-Паскевичев, который является помником архитектуры. У розные часы, у хуртках, секциях и ансамблях тут одночасово займались до 2500 школьников. Прикольно, у той же час пионерской организации Гомеля был передаденный и городский сад, любимое место от починку жихоров. На овоходах поставили скульптуры пионеров, а сам сад до 2009 года назывался пионерским сквером. Работе с детьми у организаций у вогли надавался великая увага, причем тычалось это у сих сфер, починаючи от оздоровления, в усилеке праздниками мерковать по кадрах кинокроники. Давайте познайомимся. Мое имя – Ветлана Пауличенко. Мы с забровками живем в Гомеляхе, и кожную рамику входим в пионерский лагерь. Так-так, мы наведо ходим, потому что лагерь размещен неподалеку от дома, у городских детячих парков. Лагерьный день начинается урочистой гейкой, у дымом стяга. Одновленная белорусская республиканская пионерская организация ведет от них свою историю с вересня 1990 года, когда было принято решение о построении самостоинного субъекта Международного союза детячих громадских объединений, что, до речи, только повысило потребование до якости работы. У первой гомельской средней школы до юбилея организации распроцвали целую программу, а для бытой самая амбициозная задача – выиграть республиканский конкурс «Пионер года», уделу, яким ранее тут николи не примали. Дети этого еще не видели, ни разу на подобные конкурсы мы не ходили, именно связанные с пионерией. Но детям очень нравится, у них есть настоящая дружина, а это самое главное. Сбор макулатуры и металлолома, допомога выхванцам детячих домов и состарелым, посадка древ и доброупорядкование территорий – это только некоторые мероприемства, у которых примают удел сучастные пионеры гомельской области. Они не такие, как их попередники и информационными технологиями володуюсь, и чашлизинком займаются, и церкву наведуясь, что в свою чаргу диктует необходность к пошуку новых подоходов у работе со школьниками. Але одно при этом застаётся неизменным. Пионерские справы повинны быть текавыми, перш за все самим пионером. Готовим мероприятие, которое не просто будет для галочки или для того, чтобы мы где-то написали в отчет, а чтобы оно действительно было нужное детям, интересное детям, и чтобы дети после нас остались в хороших впечатлениях и надолго-долго сохранили это в своей памяти. Олег Синчуров, Йоген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Про то, и какие яны сучасные пионеры сёня подзе размова у чарговой программе «Деалог». Гостем студы и промога эфиру станет старшиня Гомельской областной пионерской организации Артём Карпенко. Задать ему пытанье, выказать про пановы можно будет по телефону, по номеру 77-68-45. Глядите программу сёня у 18.10 хвилин на телеканале «Беларусь-2». Протягиваем выпуск. У Гомельским Гар-электротранспорте провели особливый инструктаж. Водителям троллейбусов вучили супроводжению инвалидов-колясочников. Подробязни про комфортные перевозки Катярына Сапельникова. Звернуться за допомогой и пропоновать крок однолького складанный как для инвалидов, так и для водителев. Компромисс шукали разом. Члены громадского объединения инвалидов-спинальников привезли разные виды колясок и расслабили, как правильно супроводжать таких пассажиров. Все присутные на инструктаже водители отримали виды не только у теории. Провели вообще-то мониторинг перед этим, как водители троллейбуса поступают в данной ситуации. А сегодня покажут практически. И непосредственный контакт с инвалидами водителей даст возможность водителей более понимать инвалидов, а инвалидам не понимать больше водителей. У допомогу ободвым бокам найношые специально обсталяванные троллейбусы, які могут нахиляться на 15 градусов до бордюра. А кроме того, около 15% гомельского транспорта оснащена высоуной нахильной платформой. Этот процент будет расти. На наступную пятигодку уже есть державный план по поширенне рухомого составу с пандусом. Але нават такие сучасные подыходы не вырешают проблему целиком. Вот наша самая беда. Кругом пороги, 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 пороги. А водитель, и сейчас новый вышел с 2013 года стандарты Белоруссии по перевозкам, уже касается водителя, должен квалифицированно оказать помощь при посадке и выгрузке. Как было простей, члены объединения подрихтовали для водителя особливые памятки. Домовились об тем, что у першу шерху требует усталевать зроковый контакт. Инвалид-колясочник повинен дать знак, что это потребный ему троллейбус. Тогда уже справа за водителем. Теперь они подрихтованы до любого садейничания. На своем маршруте я работаю, на маршруте 2.8, я уже знаю своих в лицо. Вижу, что стоит на остановке, я подъезжаю, стараюсь как можно ближе к бордюру подъехать, не торопясь, все. И помогаю закатить коляску. Наступный тренинг пройдя у автобусных парка Гомеля. Створить умовы для безбарьерного перемещения инвалидов реально. Достатково просто сустракаться и обмерковать проблемные питания. Катярина Сапельникова, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Первого костричника артисты Гомельской областной филармонии новым проектом под назвой «Разом» открыют черговый концертный сезон. На одной сцене выступят эстрадно-симфоничный оркестр и выхованцы продюсерского центра «Артбис». Наши корреспонденты убачили и галовная пачули, как проходить подрыхтовка до одного из галовных концертов года. У творчим багажа гэтых музыкантов багатый опыт працы с зорками сусветного узровню и артистами розных жанров. На гэтый раз их суседями по сцене станут юные таленты Гомеля. Подрыхтовка проекта «Разом» дожится уже месяц. За гэтый час особные номары и концертная программа в целом не раз переживали змены. И процесс гэтый протягивается. Работать с детьми, во-первых, интересно. Это благодарные работники, потому что они работают не за зарплату, а из интереса. Дети, когда осваиваются в репетициях, они начинают выдавать такое, что и не всем взрослым под силу. И тем это интереснее, потому что это исходит от детей. Продюсерскому центру «Артбис» 4 годы. Дети тут займаются с двух годов. Юные артисты промают удел во всех значных конкурсах и телевизионных проектах республиканского масштаба. Была у детей, и у меня, и у всего коллектива продюсерского центра такая мечта, чтобы состоялся концерт с настоящим эстрадным симфоническим оркестром, чтобы все поняли, что дети поют в живом звуке. Чтобы рядом с ними стали абсолютно зрелые уже состоявшиеся солисты нашего оркестра. Дарочи самому маленькому удельнику концерта усяход 3 годы. Со сцены будут гучать молодые белорусских композиторов, народные песни у сучасных выкананий, а так само сусветные хиты на английской мове. Створены шерох новых аранжировок, які гомельчане пачуют у першыню. Зрители могут поучаствовать в концерте. Их фотографии могут появляться во время концерта на экране. Для этого необходимо прислать свою фотографию любимую на сайт гомельской областной филармонии. И мы разместим ее во время концерта, будет проектироваться на большой экран. До премьеры засталось осягун некальки тыдня. Она отбудется пешага кастрышника у громадско-культурном центре. Символично, что концерт пройдет в Международный день музыки. Ганна Ковалева, Александр Токаров, телерадиокампания «Гомель». И на этом ранешний информационный выпуск телерадиокампании «Гомель» закончен. Наступный день глядите сегодня на телеканале «Беларусь-1» у 15.10. До новых сустречу эфиры.